Мир знаний и интересных открытий, а еще современное оборудование и около 7 тысяч новых книг. В Абакане торжественно открылась четвертая модельная библиотека. Орден мужества посмертно. Семьям троих павших в зоне боевых действий героев из Абакана вручена государственная награда за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Четыре рекорда за день, а еще мастер-классы и соревнования юных шеф-поваров. В Абакане прошел форум «Баран Талган». В числе гостей – ведущие эксперты в области туризма и известные шеф-повара России. В столице республики – центр единоборств. Каратэ, рукопашный бой, тхэквондо, дзюдо и греко-римская борьба. В поединках сошлись и опытные мастера, и начинающие спортсмены. В эфире телеканала «Абакан-24» информационная программа «Сегодня». В ближайшие полчаса расскажем о главных событиях этого дня. В студии Татьяна Крапивина. Здравствуйте. В Хакасии началась шестидневная рабочая неделя. Жителям республики, как и всем россиянам, придется проработать в эту субботу, 2 ноября. Правда, она будет сокращенной. Напомним, 4 ноября – день народного единства и официальный выходной. Правительство перенесло день отдыха со 2 ноября на 30 апреля этого года, чтобы на майские праздники россияне отдохнули 4 дня подряд. После этой недели трудимся с 5 по 8 ноября. Ну а следующие длинные выходные ждут жителей страны в конце декабря. Новогодние каникулы продлятся 11 дней. С 29 декабря по 8 января. Современное оборудование, светлый интерьер и около 7 тысяч новых книг. В Абакане торжественно открылась 4-я модельная библиотека. События встретили песнями и танцами. Глава города перерезал красную ленточку, открыв вход для первых юных читателей в мир книг и интересных открытий. Год подготовки, несколько месяцев большого ремонта, покупка нового оборудования и пополнение книжного фонда. В республиканской столице открылась новая модельная библиотека. Она стала в Абакане четвертой по счету. Это совершенно новая форма работы. Вы сами убедитесь, что это вообще нечто иное. И я благодарю и поздравляю всех нас с успешным завершением этой работы. Очень хочется сказать слова благодарности коллективу детской библиотеки города Абакана за создание, наверное, миссии этой новой библиотеки. И они назвали ее «Краевидение». И благодаря поддержке нацпроекта «Культура» республиканского бюджета, муниципального бюджета, ребята получат возможность с новым оборудованием изучить природу, культуру нашей страны и нашей замечательной Хакасии. В течение лета постоянными посетителями библиотеки были рабочие. Они заменили электрику, проложили новое отопление, заменили цвет стен на светлые тона и расширили коридоры. Теперь здесь у каждого возраста свое отдельное пространство. Малышок для совсем юных деток, шестой перекресток для детей постарше и 12-й квартал для совсем больших ребят. Специально для них сотрудники библиотеки пополнили книжный фонд библиотеки. Наш фонд обновился на почти на 7 тысяч экземпляров. Это и для детей 0+, это и для младшего школьного возраста, и для подростков. Поэтому книги разные, книги разнообразные, книги с запахом, книги интерактивные, 3D-книги, 4D-книги, книги, которые рассказывают историю о космосе, о Вселенных, о человеческом организме. Очень много книг, которые, я думаю, будут нашим деткам интересны и познавательны. Помимо этого, в новом хранилище книг появилось и современное оборудование. Например, терминалы самовыдачи. Теперь ребенок может самостоятельно сдать или взять книгу. Прежде чем обратиться к этому терминалу, нужно записаться в библиотеку и получить такой читательский билет. Благодаря читательскому билету вы можете сами себе выдавать и сдавать книги, не обращаясь к помощи библиотекаря. То есть, придя в библиотеку, с читательским билетом, вставляя в станцию, заходя в свой личный кабинет, вы берете книжечку. Чтобы не забыть, печатаете чек. На чеке отражена информация, какую книгу взяли и какого числа нужно эту книжку вернуть. Сдать книгу можно, не обращаясь к библиотекарю, также через станцию самообслуживания. Сотрудники библиотеки в работе показали детям один из важных элементов нового книгограда – интерактивную стойку памяти. Стойка для презентации военно-патриотического воспитания. Здесь, другими словами, это большая книга, в которой собраны разделы о полководцах, о технике Великой Отечественной войны и самые важные битвы. Еще одна из особенностей этой библиотеки – это музей детской книги. Здесь хранятся издания, которые увидел свет аж в прошлом веке. Допустим, этот томик Александра Сергеевича Пушкина. Он был выпущен в 1945 году. И таких книг здесь много. Каждый читатель может принести свою книгу, которая дорога ему или его семье, рассказать о ней историю и поделиться с окружающими. В нашем детстве вообще библиотеки не пустовали. И, собственно, иного источника, кроме книг, по большому счету, не было. Не было интерактива, не было интернета. Были бабушкины рассказы и была бы библиотека. Если хочешь что-то узнать, иди, пожалуйста, в библиотеку. Сейчас мир меняется. Все это можно узнать из интернета. Все это можно узнать из каких-то других источников. Но вот такие вот интерактивные пространства, с которых ты не просто получаешь информацию, ты здесь саморазвиваешься. Здесь очень много интерактива, который позволяет за счет общения с ребятишками самообразовываться, расти, развиваться творчески. Ну, поверьте мне, вот это пространство пустовать не будет. Можно сюда прийти буквально через неделю, через две, и сюда будет трудно попасть. Всего на модернизацию Центральной городской детской библиотеки было потрачено почти 26 миллионов рублей. Капитальный ремонт взяла на себя и казна Абакана, выделив почти 10,5 миллионов рублей. Около 15 миллионов федеральных средств ушло на оснащение. В рамках софинансирования на приобретение современных технических средств и интерактивных устройств также было направлено 150 тысяч рублей из республиканского бюджета. Вложение городского составило более 450 тысяч рублей. Стоматологический кабинет появится в строящейся 33-й школе в жилом районе Арбан. Сейчас рабочие завершают внутреннюю отделку и заканчивают монтировать оборудование. На еженедельном штабе руководители профильных организаций обсудили промежуточные итоги большого строительства. Подробнее в материале Алины Яковлевой. Обустройство нового медицинского центра в 33-й школе в жилом районе Арбан почти завершено. Рабочие заканчивают монтаж профоборудования и наводят лоск и чистоту в кабинете стоматологии. Специально для него приобретены современные инструментарии и техника. Вы видели, что тут сразу четыре помещения. Причем нашей гордостью являются стоматологические кабинеты. Мы очень надеемся, что в скором времени в городе и в республике будет достаточно медицинских специалистов соответствующих, чтобы и в школе смог трудиться профессионал, который позволит детям сохранять и поддерживать здоровье зубов. По крайней мере, мы уже для этого все условия создали. Современное оборудование приобрели, сами кабинеты всем необходимым оборудовали. Но также в этом медицинском блоке будет оказываться и текущая медицинская помощь нашим ребятам, нашим будущим ученикам. В здании самой школы работы не сбавляют обороты. Бригады выводят к финишной прямой строительство объекта. Сейчас основной упор на фасаде и укладке брусчатки на прилегающей территории. Завершить все планируется уже в ноябре. Параллельно идет сбор необходимого пакета документов. Строительные работы завершены в блоке Б и В полностью. В блоке А у нас тоже осталось подкрасить. И в блоке Г – это блок начальной класса. Это остался спортзал, где мы на сегодня залиты полчистовой. Осталось установить оборудование, поставить гаммоденное покрытие. Остальные работы все завершены. Готовим документы по вентиляции, по электрике для Ростехнадзора. Готовим документы для замеров центра гигиены. И находимся на самом важном этапе – подготовка документов для сдачи школы. Напомним, новое образовательное учреждение в Арбании возводится в рамках нацпроекта «Образование» на средства из бюджетов трех уровней – федерального, регионального и городского. Общая стоимость – более 1 миллиарда рублей. Алина Яковлева, Михаил Кудрявцев. Новости. Отвага и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Смелые, мужественные, сильные. Такими остались в сердцах родных павшие в зоне боевых действий герои. Сергей Аюпов, Роман Иптышев и Достон Юнус Мухамедов. Сегодня их близким вручена государственная награда – Орден Мужества. Посмертно. В глазах слезы, на душе тяжесть, перекликающаяся с любовью и гордостью. А в руках награда – воспоминания о своем родном мужчине – павшем защитнике. Достона Юнус Мухамедова жена и дочь вспоминают как любящего, твердого и стойкого мужа и заботливого отца четверых детей. Мужчина работал в сфере охраны. Был надежным и крепким плечом. В декабре прошлого года Достон Токтабаевич добровольно заключил контракт. Отправился за ленточку. А в феврале погиб. Я помню своего папу очень хорошим человеком, очень дружелюбным. Он всегда поможет всем своим друзьям, никого не оставит в беде. Он очень любил своих детей, всегда нам помогал, всегда поддерживал, старался давать советы. Всегда был рядом с нами в трудную минуту, когда нам нужна была помощь. Дорогие друзья, примите наши соболезнования. И еще раз хочу сказать, что мы должны быть с высоко поднятой головой, гордиться и чтить память наших фраканских воинов. Ну и традиционно всегда мы говорим, что что бы ни случилось, как бы ни случилось, какие бы проблемы у вас ни были, двери администрации города открыты. Неважно по какому вопросу, приходите вы наши родные, наши близкие. Сегодня родственники бойцов принимают награды за своих любимых защитников. Рядовой Достон Юнус Мухамедов, младший сержант Роман Иптышев и рядовой Сергей Аюпов посмертно награждены орденами мужества. Память о них теперь вечна. Она не только в сердцах и душах родных, но и в истории большой страны и их малой родины – Хакасии. Панихида и митинг пройдут в Абакане в Димитриевскую родительскую субботу 2 ноября. Служба состоится в Преображенском соборе. После всех желающих на автобусах доставят до привокзального сквера, где почтят память сыновей Хакасии – героев, отдавших свои жизни за Отечество. В этом году администрация Абакана приняла решение организовать транспорт для родственников погибших солдат. После панихиды в храме добраться до привокзального сквера можно будет на автобусах совершенно бесплатно. Они будут ожидать пассажиров у соборной площади в 12.30. У памятника сыновьям Хакасии, погибшим в локальных войнах, по традиции, пройдут памятные мероприятия – минута молчания, возложение цветов к монументу. Первую субботу ноября на Руси называют Димитриевской родительской субботой. Это день повиновения усопших. В истории эта дата ознаменована победой русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским в Куликовской битве. Впоследствии эта суббота получила название «Родительская». С тех пор в первую субботу ноября все православные поименно вспоминают не только воинов, погибших за Отечество, но и всех своих усопших родственников и близких людей. В Абакане это день памяти и скорби о сыновьях Хакасии, погибших в локальных войнах. Начало панихиды в 9 часов утра, 2 ноября в Преображенском соборе, начало митинга в субботу в 13 часов. Один подросток погиб, еще двое в больнице. Жуткая автокатастрофа произошла на Красноярской трассе. 22-летний водитель Хонды ехал из Абакана в сторону края. Не справился с управлением, выскочил на встречку, где лоб в лоб столкнулся с большегрузом «Вольво». 13-летний пассажир иномарки скончался до приезда скорой помощи. Еще двое несовершеннолетних, 15 и 16 лет, получили травмы. Сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства произошедшего. А на трассе Енисей в Хакасии погиб молодой парень на Хонда-Аккорд. 22-летний рулевой не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автогрейдер. Виновник аварии скончался на месте. Нарушает каждый второй. В Хакасии подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». За неделю остановили 518 маршруток, оштрафованы 216 водителей и 15 должностных лиц. Инспекторы ДПС и технодзора проверяли пассажироперевозчиков городских и междугородних направлений, техническое состояние транспорта, наличие документов, а также соблюдение ПДД. В Абакане попался рулевой автобус с признаками опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался. Также в республиканской столице остановили пассажирскую «Газель». У нее неисправной оказалась тормозная система. Транспорт эвакуирован. Особое внимание уделили инспекторы и тахографам в части показаний соблюдения шофером режима труда и отдыха. За данное нарушение привлечено 8 человек. Продолжаем выпуск. 8 микрозаймов оформил аферист на жительницу республиканской столицы. Полицейские Хакасии совместно с бойцами Росгвардии задержали подозреваемого, 21-летнего парня из Усть-Абакана. Потерпевшая получила на электронную почту странные письма о выдаче наличных в разных микрофинансовых организациях на свое имя. И сразу обратилась в полицию. Выяснилось, злоумышленник приобретал сим-карты и с помощью интернет-бота проверял. Оформляли ли их бывшие владельцы микрозаймы с привязкой к телефону. Так он обнаружил номер, ранее принадлежавший Абаканке. Парень восстановил доступ к ее личным кабинетам, оформил 8 займов на 150 тысяч рублей и перевел себе. В рамках обыска у мошенника дома нашли 131 симку, сотовые телефоны и жесткие диски. Сейчас правоохранители проверяют причастность молодого человека к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело. В субботу утром в частном секторе Саиногорска вспыхнули баня и дощатый навес. Огонь охватил 30 квадратов. Пламя угрожало перекинуться на соседние строения. Ситуацию усугублял сильный ветер. С открытым огнем пожарные справились за 13 минут. Причиной возгорания стал недосмотр за печью. Далее реклама, после вернемся к новостям. Абакан. Дружба народов 41. Меняйся на зиму вместе с нами. В Мегахенд продажи зимней коллекции стартуют 19 октября. Скидки до 90%. Адреса магазинов на сайте megadefizhand.ru Снеговик. Новая грань стилей и комфорта верхней одежды. Город Черногорск. Космонавтов 25. Город Абакан. Кирово 112-1. Реклама. 29 жителей Хакасии с начала года попались на хищение электроэнергии. В республике идут проверки домов, владельцы которых превышают установленную мощность. Такие адреса моментально попадают под подозрение в майнинговой деятельности. В регионе создана специальная рабочая группа. Очередной рейд прошел в селе Калинино у Стабаканского района. Специалисты выявили двоих нарушителей. Всего же с начала года прошло уже свыше 130 проверок. Гражданам, превысившим договорные объемы потребления, ограничена мощность. Платить алименты студентам-очникам до 23 лет предложил Минюст России. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Его авторы считают, учебная нагрузка в УЗИ велика. И многие студенты попросту не могут работать без ущерба для учебы. В законопроекте прописано и наказание для родителей алиментщиков, отказывающихся соблюдать закон без уважительной причины. Их ждет административная и уголовная ответственность. Хакасия на 82-й строчке рейтинга по научно-техническому развитию. Лидерами по науке и технологиям стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. А замыкают список Ингушетия и Еврейская автономная область. Исследование опубликовано РИА Новости. На регионы первой тройки приходится почти 36% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2023 года. В ведущую десятку также входят Нижегородская, Московская, Самарская области, Пермский край, Тульская, Ульяновская и Свердловская области. Замыкают рейтинг Ингушетия, Еврейская автономная область, Чечня, Хакасия и Карачаево-Черкесия. Единство и мощь большой дружной страны. Знать родные корни, историю, чтить и уважать традиции поколений. Все это задача молодых. Так считают ученики первой абаканской школы. Сегодня от третьей классики разговаривали о важном. О гостеприимстве и культуре многонациональной России. На уроки побывали наши корреспонденты. Что такое гостеприимство? На этот вопрос ребята отвечают, не задумываясь. Чай, сладости, радость, встреч и теплые семейные посиделки. 4 ноября в России отмечается День народного единства. Педагоги погружают мальчишек и девчонок в историю праздника. А еще знакомят ребят с национальной кухней России. Гостеприимство – это когда приглашают кого-то в гости, например, и играют, например, с друзьями. У нас дома традиции, ну, как ездить куда-нибудь, например, на базу отдыха, либо куда-нибудь еще. Несмотря на то, что сегодня у нас каникулярный день, ребята все равно пришли в школу. У нас сегодня очные разговоры о важном состоятся для третьих и пятых классов. Для всех остальных классов они пройдут в онлайн-формате. Каждый понедельник ученики первой школы вместе с учителем разговаривают о важном, обсуждают культуру и значимые даты нашей большой многонациональной страны. Вот и сегодня ребята не остались в стороне от народного праздника Дня единства. К другим темам. Сразу четыре рекорда, три гастрономических и один музыкальный, установлены в Хакасии. Торт и салат, каждый из которых весом больше 200 килограммов, 2000 конфет «Талган» и массовое исполнение на Читхане. Все это в один день на гастрономическом форуме «Баран Талган». Его гости – ведущие эксперты в области туризма, а также известные шеф-повара России. Два дня в Абакане шли мастер-классы, соревнования среди юных шефов, выбирали и лучшие блюда в территории республики. В эпицентре вкусных событий побывала Дарья Казак. Она расскажет о самых ярких моментах. Так много чатханистов Абакан еще не видел. Дети и взрослые взяли в руки древний национальный инструмент, чтобы все гости форума услышали звучание чатхана. Его мелодии сравнивают с шепотом хакасской степи и горных таежных рек. Несколько лет назад музыкант Тамара Чустеева вместе с единомышленниками открыли в республике клуб любителей чатхана. Движение стало набирать обороты. И вот уже даже в сельских школах образуют ансамбли и учат играть на инструменте. Сегодня рекорд – 223 чатханиста в одном порыве и дыхании исполнили музыкальную композицию. Такого еще не было. Рекорд фиксирует эксперты организации «Достояние России». Сегодня, когда с утра, например, мы регистрировали самое массовое исполнение музыкальной композиции на Чатхане, мне сказали, там будет около 200 человек. Я говорю, вы знаете, я пересчитаю всех до единого. Мне сказали, там будет около 200. Я говорю, я пересчитаю всех до единого. Будет меньше 200, значит, будет 190. Выяснилось – 223. Поэтому для нас главное, чтобы это было честно – раз. И второе, чтобы это были действительно значимые какие-то достижения. Постоянно мы проводим курсы, учим детей здесь. Наши курсанты, которые обучаются у нас, уезжают с села. Второй день фестиваля «Баран Талган». Здесь в национальном музее. Ну и главный разговор, конечно же, сегодня – какой же региональный продукт Хакасии. Талган это или баранина, а возможно, таежные травы. Мы пообщались с производителями, и вот что они нам ответили. «Региональный продукт Хакасии, я думаю, что он должен быть с настоящего мяса, без всяких замен, добавок. И я вам скажу, тенденция наблюдается. Всякой дешевой продукции привозной, непривозной народ наелся. И сейчас голосует уже за качественную, хорошую продукцию». «Не знаю, какой он в головах других людей, но в Саиногорске, Саиногорск славен своими садами. И вырастить фрукты – это одно, а переработать их в правильный здоровый продукт и потом добавить туда своего творчества, своего креатива». «Гастрономия сейчас очень развивается. Люди интересуются, интересуются едой, ее производством. И хотят какие-то вещи из профессиональной сферы брать себе на кухню, соответственно». На гастрофорум съехали шеф-повара Сибири. Среди них Юлия Литвиненко, шеф из Новосибирска. У нее и ее коллег важная миссия – оценивать блюда региональной кухни. Например, жители Таежной Абазы привезли на пробу холодец из Моролятины. А жители Баградского района угощают конфетами из Талгана, сделанных по рецептуре своих бабушек и дедушек. «Естественно, очень такая атмосфера насыщенная, энергетически заряженная. Поэтому посмотрим, что этот день нам принесет. Но больше всего я рада, что это происходит в прекрасной Хакасии. Мне бы хотелось, чтобы столица нашей родины, Москва, увидела все эти гастрономические движения, республики и обязательно, чтобы на следующий год, начиная с весны, поехали туристы». «У нас тайга основных кормилиц, раньше было население. И эта традиция продолжается. Мы привезли холодец из Моролятины, уже сезон охоты открыт. И привезли маринованный папоротник, рыжий калиброванный спецпосола. Калиброванный – это сибирская старинная метод отборки рыжика по размеру. Его раньше в бутыли 40-литровые в горышко пропускали. И вот который рыжик проходил, вот это называлось калиброванный рыжик. «Русы есть с кедровыми орешками, с семечками, с грецким орехом и традиционный талган. Это делается черемоковой мукой». «Мы любим талган!» Во время фестиваля установлено еще три рекорда. Торт готовят кондитеры. Хакасии он сделан в виде карты республики. Для этого организаторы заказали специальный деревянный поднос. Его длина – 144 сантиметра и ширина – 247. Прямо на глазах у зрителей кондитеры выкладывают 9 бисквитов общей массой 82 килограмма. Свежую черемуховую начинку – в 20 килограммов. На украшение сладостей уйдет 73 килограмма крема, 12 килограммов соуса из сибирской жимолости на пропитку десерта и 45 килограммов шоколадного ганаша. Все продукты предоставили местные кондитеры, а итог – торт весом 248 килограммов пробуют все желающие. Как и национальные конфеты «Талган» – это лакомство и жареной пшеничной муки с черемухой и кедровым орехом круглой формы. Их хакасские мастерицы, чтобы поставить рекорд на гастрофоруме, скатали 2132 штуки. Среди рекордов фестиваля и салат «Шафан» его разложили в форме солярного знака хакассии. Полюбоваться и попробовать вкусные блюда, которые теперь входят в книгу рекордов «Достояния России», пришли сотни гостей. Ну а «Абакан-24» записал эксклюзивное интервью со специальными гостями форума. Они готовят шоу «Повара на колесах» – это Герман Медведев и Александр Архипов. Следите за новостями, скоро все покажем. И еще о рекордах, но на сей раз спортивных. Почти 300 участников, громкая поддержка болельщиков и тренеров. Абакан в минувшую субботу стал центром единоборств. Карате, рукопашный бой, тхэквондо, дзюдо и греко-римская борьба. Нешуточные страсти кипели на всех коврах. В поединках сошлись как опытные мастера, так и начинающие спортсмены. Это по-настоящему большой праздник спорта. У каждого участника своя цель. Кому-то нужен бросок, удар или прием, что точно приведет к пьедесталу. Другие только пробуют свои силы и проверяют соперников. Тхэквондо, карате, рукопашный бой, дзюдо, борьба. В поединках участвуют не только парни, но и девчата. Точно и виртуозно кладут на лопатки своих соперников. Я раньше ходила на гимнастику, но как-то мне это надоело. Я захотела как своя сестра пойти на карате. И как у тебя успехи? Хорошо. Поединки в рамках фестиваля «Единоборс» начались еще до официального открытия участников. Приличное число – почти 300 человек. Все стартовые схватки расписаны. В спорткомплекс имени Николая Булакина съехались представители муниципалитетов республики. Но самая большая баканская сборная. Уже в первые часы турнира определились лидеры. Среди них и Юлия Ахпашева. Девушка уже несколько лет занимается тхэквондо. С тестом я довольна, но поединком пойдет. Могло быть лучше. С 18-го года уже получается 6 лет. Этот спорт мне приносит эмоции. Много новых знакомств. Мне нравится. Девочкам не больно получается? Ну нет, нужно же уметь защищаться. Около 300 участников. У нас 60 спортсменов. Начинающих. Мы в этот раз взяли только ребят, которые только начинают заниматься борьбой. Ну интересно посмотреть. И тем более в таком прекрасном зале, как Абакат. Чтобы они посмотрели, поняли, ощутили дух соревнований. Попробовали себя. Ну в общем-то постарались сделать так, чтобы все ребята ушли с медалями. Греко-римской борьбой. Потому что меня сюда привел мой друг. И я тут занимаюсь год. И мне понравилось этим спортом заниматься. Потому что можно развлекать себя и бороться хорошо. Молодцы, что они сделали это соревнование. Вот такое красивое. Как ты выступила, расскажите. Ну нормально. Для первого боя хорошо. Будем к следующим боям готовиться. Так же хорошо. В каждой категории участвуют спортсмены разных возрастов и разных весовых категорий. Фестиваль «Единоборств», что собирает спортсменов уже в шестой раз, представители федерации называют стартовым событием после летних каникул. А одна из его важных и отличительных черт принимать участие могут даже новички, которые только в этом году начали обучение в спортивных школах. И это важно прежде всего для мотивации на итоговый результат. И, конечно, рождение внутри себя духа соперничества, без которого пьедестал может так и остаться лишь желанием. А в завершении выпуска милые кадры. Самый маленький олень попался в фотоловушку в заповеднике Тунгуски Красноярского края. Как поделились экологи, до настоящего времени находили только следы кабарги. Визуальных встреч не было. По размеру она сравнима со средней собакой. У парнокопытного большие уши и длинные задние ноги. Но главная изюминка этого животного – острые торчащие наружу клыки и полное отсутствие рогов. Клыки помогают кабарге защищаться от хищников. У самцов они растут всю жизнь и могут достигать длины 8 сантиметров. А у самок клыки почти незаметны. А в Саяно-Шушенском заповеднике получены новые кадры с котятами снежного барса, которые осваивают азы взрослой жизни, готовясь покинуть мать. Молодые самочки Ирбиса еще играют и далеко не отходят от мамы-клепы, которую догнали уже по размеру. Они учатся оставлять метки и читать следы других обитателей Саяно-Шушенского заповедника. Через несколько месяцев краснокнижным хвостатым девчонкам, рожденным год назад, придется уйти в самостоятельную жизнь, комментируют сотрудники охраняемой территории. Экологи отследят, какие участки выберут молодые самки снежного барса и как они на них устроятся. А главными помощниками в этом деле станут фотоловушки. На этом все. Еще больше новостей на сайте Абакан24, в наших социальных сетях и в Телеграм-канале. А еще прямые эфиры нашего канала вы можете смотреть ВКонтакте, Одноклассниках, платформе Lime HDTV, а также на видеохостинге Рутуб. Всего вам самого доброго.